МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также он руководитель трех проектов Кванториума Республики Саха-Якутия. А также Кычкин Николай Иванович, заведующий лабораторией 3D-моделирования и прототипирования. И Алексеева Марина, это директор Института образовательных технологий Актемского НОЦ. Что такое Актемский НОЦ именно хорошо ровется, мы узнаем прямо сейчас. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Я вновь вас рад видеть. И расскажите, пожалуйста, про Кванториума. Я сказал, что вы директор трех Кванториумов, но, честно говоря, не совсем понимаю, что такое Кванториумы. И думаю, что наши некоторые телезрители такие, что, что, что? Что было произнесено? Вообще-то это я руководитель трех направлений. Квантумов. Трех Кванториумов. Да, трех Кванториумов. Большого республиканского такого направления. Это новая модель дополнительного образования в нашей стране. И эта модель, она инициирована правительством Российской Федерации и агентством стратегических инициатив. В Москве оно уже сейчас создает. У нас очень много по стране есть субъектов в России, где минимально по одному делают Кванториумы, где развивается новое доп. образование технического и технологического направления. То есть выбрано 14 направлений такого технологического плана. Оно очень наукоемкое. Оно базируется на тех передовых технологиях, национально-технологические инициативы, которые планируют составиться очень абитуционные, значит, такие задачи, чтобы наша страна вышла в определенных направлениях в лидеры общемировые. И, соответственно, это нужно начинать и со школьного возраста, с молодежного, и в дальнейшем она идет дальше. Эта модель сейчас у нас будет очень скоро во всех субъектах нашей страны. Можем ли сравнить Кванториумы с, допустим, проектом «Сириус»? Ну, это «Сириус», он тоже проект в этом примерно направлении, но «Сириус» находится в Сочи. То есть делается отбор лучших детей, и они отбираются по итогам очень многих мероприятий, олимпиад, шаг в будущее, есть конкурсы инженерные и так далее, и они приезжают в Сочи. То есть приезжает туда какая-то небольшая часть. Вот сейчас у нас республика представлена, там три есть ребенка, они проходят. А Кванториум – это создание нечто похожего, пускай не в таком большом объеме, не с таким ресурсом мощным, оборудованием, но на местах. И, в принципе, это ближе, и охват детей у нас планируется. Например, вот максимум 8 направлений мы взяли, это 1200 детей. 8 направлений в республике. Да, в республике. Я как бы руководитель только трех проектов, есть еще пять. А вы руководитель каких проектов? Ну, они связаны с космосом, это космоквантом, аэроквантом и геоинформатик, геоквантом. То есть, ну, есть еще роботы, IT, есть виртуальная реальность, это нейро и высокие технологии. Так, называемый цех хай-тек. А Ктемский НОЦ входит как раз в кванториумы? Ну, знаете, так получилось, что установку по местонахождению дает Москва. И, соответственно, по охвату, это город Якутск, это дворец детского творчества, Кирова 20, и там будет располагаться на первом этаже кванториум. Но все-таки у нас целых две организации республиканские. Это головная организация, это Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» и Малая Академия Наук. Мы все-таки республиканские учреждения. И, конечно, в нашей политике, в нашей программе охватить и какими-то элементами, можно их назвать партнеры кванториума, предкванториума или еще что-то придумать, это не запрещается. И чтобы мы каким-то образом дали возможность лучшим детям зулусов из промышленных районов, сельских, приехать и поработать на оборудовании, которое вот в какой-то мере что-то, нечто похожее в Сириусе есть. Оборудование, имейте в виду, в Якутске кванториум обладает каким-то оборудованием, которого нету в сельских школах, да? Да, там оборудование при поддержке федерации и главы нашей республики, и город тоже делает определенный вклад на 81 миллион оборудования. Которым на 8 кванториумов там довольно много, это существенный рост технического обеспечения технопарков нашей республики. Это, как можно считать, головной технопарк нашей республики, он имеет стандарт, и этот бренд кванториум принадлежит только оси, и они его распространяют по своим стандартам. Все строго. Должны быть такое оборудование, такой набор, вот должны быть лидеры вот такого-то плана. Все расписано, и это даже очень правильно, потому что отклонение в сторону отвечает, что они свои стандарты. Так, у нас, вы пришли не с пустыми руками, вы, как Актемский НОЦ, принес свои, наверное, передовые пока разработки, да? Да, получилось. Можете рассказать о них? Актемский НОЦ... У нас свободное, получается, да, потому что это креативность, творческость, и для каждого ребенка мы создаем условия, чтобы он развивал, интегрировал свои полученные знания на уроках именно в разработке инженерно-технических проектов. И технопарк наш, школьный, мы создали пять лет тому назад, но в таком ракурсе он работает третий год в обновленном варианте, и получается здесь как раз интеграция школьного образования, науки и бизнеса. Пятый год, то есть ребята, которые в первом классе, для них в первом классе появился технопарк, они уже сейчас в седьмом классе, да? Они сейчас в седьмом классе, и получается, вот наши учащиеся седьмого класса делают такие интересные проекты. Вот, допустим, перед вами есть беспилотный дрон, и вот как раз-то наши ребята разработали проект, это интегрированный проект в области биологии и инженерного мышления. Так, хорошо, давайте я побольше, наверное, уточню у Николая Ивановича. Это вы как раз-таки преподаватель, вы преподаватель у нас 3D-моделирования и прототипирования, но еще знаю, что вы также не черчением, а черчением, да, занимаетесь? То есть, прежде чем ребята начнут делать те же самые 3D-модели, они должны научиться чертить, разбираться в чертежах. Ну да, основам черчения, потому что они тесно связаны друг с другом, и для того, чтобы начинать именно заниматься 3D-моделированием, надо хорошо уметь читать чертеж. То есть, пространственное мышление должно быть немножко хотя бы развито, чтобы спроектировать для начала простые геометрические фигуры, ну и потом уже можно начинать такие сложные какие-нибудь детали, или, ну, например, вот этот танк, который состоит из многих геометрических фигур. А, этот танк был сделан на 3D, да? Это на 3D с Макси. Мы также обучаем разным программам, и простым, и всяким сложным, начиная с кетчап, 3D с Макси. И еще есть такая программа, которая даже моделирует бесформенные фигуры. Вот, например, портрет-абюст, вот женщина. Вот, да? Она как бы по методикам как бы из пластилина, но только лепится внутри компьютера, в компьютерном пространстве. Как бы крутишь по кругу оси и выдавливаешь или вдавливаешь. Получается вот такой художественный... То есть, как бы, ребенок художественным талантом, художественным... Художественными данными он тоже может в этом направлении развиваться. Это не только для ребят-математиков, тем, которые только физики себя считают. Поэтому 3D-моделирование, оно тоже как бы точный предмет и как бы художественное. Они совместимы как бы 3D-моделирование. А сколько? На нее есть и дети, которые любят точность, а есть дети, которые любят и творческую свободу. Это как раз таки вот, да? Они на глазок примерно смотрят, здесь тут, здесь побольше, здесь поменьше сделаем. Не совсем глазок. А, не совсем глазок, да. Там же все-таки есть. На глаз. Расскажите, пожалуйста, про проект. Я знаю, что это не просто квадрокоптер, у него есть еще какая-то цель, да? Да, это капсула для посадки деревьев, для трудонаступных местах. И у нее такая техника внутри, которая, добравшись до пункта, у нее срабатывает внутри механизм. И у нее внутри есть капсула, и она сбрасывает ее. А почему ребятам пришла идея, что нужна машина, которая сможет сжать деревья в труднодоступных местах? В прошлом году вот как раз в Ханглазском Лусе были большие пожары в районе Ленских столбов, и как раз вот дети задались данной проблематикой. Как восстановить вот в труднодоступных местах лесной массив. И получается вот именно эта командная работа, работа биологов, экологов и инженеров. И получается вот как раз и также работа детей, которые занимаются лабораторией у Николая Ивановича по 3D-модерированию. И получается вот такой интересный проект. И данный проект получил грант фонда будущих поколений. И как раз вначале это была просто идея. И вот как раз выиграв грант, мы получили возможность, наши школьники, реализовать его на практике. Он уже работает. Это прототип или он уже готовый? Так, скажем так. Прототип, он у нас был в виртуальном виде, а это получается уже реальность. Уже реальный. То есть физически он может взлететь, если добавить лопасти, и посадить дерево. Да. Технически вернее. Да. Круто. Так, хорошо. И здесь у нас, я вижу, не совсем обычный 3D-принтер. Я так понимаю, что ребята сделали его своими руками, да? То есть... Это получается также проект, совместный проект. Технопарк наш развивается именно в партнерстве с МГТУ имени Бамана и с ведущими технопарками Российской Федерации. Это Астраханским школьным технопарком. И вот как раз данный проект, 3D-принтер, он получается вот именно разработан совместно с нашими партнерами инновационной молодежи Астрахани. И также вот нашими местными предпринимателями Партнер Плюс. Тут, получается, дети сами собирали. Какие-то особенности технопарка. Это не просто же набор какой-то, да? Собери себе 3D-принтер. То есть ребята как-то сами додумывали, какие-то детали делали, да? Я не разбираюсь в тонкостях, но вот как называется, допустим, транзисторы, переключатели. И вот как раз получается, тут именно инженерное образование, именно такое пространственное мышление, черчение. Вот как раз все это получается интегрированный продукт. И здесь можно даже отметить, что если деталь какая-то вдруг выйдет из строя, то на 3D-принтере можно свободно, спокойно напечатать недостающуюся деталь. Как раз-таки это здесь и сделано, зрители, может быть, вы не видите, но вот часть деталей довольно-таки большая, и, видимо, она, которая как раз-таки отвечает за точность выдавливания, ну, или задержания, сделана из 3D-принтера, возможно, даже этого самого 3D-принтера, да? Да, да. Дорогие телезрители, мы разговоры про науку именно республики, нашей науку республики, о том, как она развивается, говорим после рекламной паузы, не переключайтесь, и мы поговорим более подробно о квантуриумах, о федеральных проектах, о том, как же нашим родителям мотивировать своих детей, чтобы, возможно, именно ваши родители развивали науку нашей республики. Будьте с нами, не переключайтесь. И мы вновь вместе с вами, дорогие телезрители, вы смотрите летний эфир вместе с самым летним ведущим Виталием Тироновым. Итак, мы продолжаем. Мы вот рассказали немножко про этот 3D-принтер, который частично даже сам себя сделал, здесь есть детали, про квадрокоптер, который умеет уже фактически по факту ссадить деревья в труднодоступных местах, и мне очень интересно, что за деревянная коробка там есть, которая интересно очень выглядит. Как она называется? Эта деревянная коробка получается двигатель стеллинга, и разработали наши школьники под руководством Иннокентия Егоровича Дармидонтова, опытного преподавателя. Двигатель стеллинга. Чем он? И получается вот как раз-то это выработка энергии. Это получается как бы альтернативный источник энергии, и очень, пока это прототип, очень будет полезен для тех наших жителей нашей необъятной республики, кто имеет хозяйство вдали от населенных пунктов. Двигатель стеллинга за счет чего вырабатывает энергии? Двигатель стеллинга вот как раз-то именно вырабатывает энергию, вырабатывает тепло именно за счет нашего холода. Получается вот как раз-то именно холодный воздух с горячим воздухом сталкивается и вырабатывается энергия. Конечно, если бы Иннокентий Егорович и его ребята были бы здесь, они бы более подробно рассказали, просто в общих словах я скажу так. Хорошо, не будем, ну, мне все-таки интересно, как он работает, но об этом я думаю. Просто нагревается вот один из этих радиаторов, то есть и с одной стороны давит теплый воздух, а с другой стороны как бы он должен быть в холодном месте, и этим методом как бы они друг друга отталкивают. И за счет этого отталкивания как раз есть энергия, да? И это уже как бы катушка получается, и этой катушкой же можно, ну, не такую уж большую силу она делает, но что-то можно уже, типа зарядку для сотовых можно сделать, в дальнейшем ее к генератору подключить, если. Но тем более, если он работает, получается, в зимнее время, зимой заряд для сотовых, ну, заряд сотового быстро вылетает. Очень актуально. Ну, очень хороший проект, большим потенциалом, например, холодильник, холодильники такие есть, говорят, что холодильник внутри холодный, а комнатная температура теплая, и свет, она как бы автономный холодильник уже существует, как бы говорят. Понял. А в Вахтемском, ну, сколько сейчас ребят занимается? Дожглись этой идеей. В школьном технопарке нашего Вахтемского НОЦ занимаются дети с первого класса по одиннадцатой. И это все дети, которые у нас обучаются, 260 детей. 260 ребят занимаются. 260 детей, а. И как раз вот у нас обучаются дети со всей республики. И в 20-х числах августа мы объявляем набор в наши классы. На обучение? На обучение. Как интернат будет? У нас есть очень хороший благоустройный интернат на 75 мест. И получается, вот именно наши дети будут получать очень качественное профильное образование, обучение в области инженерно-технического образования, медицинского образования. Ну, я думаю, количество мест ограничено. Сколько человек, сколько ребят сможете? Пусть поступают все, а там уже разберемся. А там уже видно будет. А там уже будет видно. Хорошо. А вот Кванториумы. Вот вы руководили трех проектов Квантумов, да? Сколько ребят Кванториумы охватывают? Ну, вообще, он только будет создан в сентябре, и будет открытие. Сейчас идет подготовка, идут ремонтные работы, приобретения оборудования. А вообще, 8 Квантумов, они представляют направления, связанные с космосом, и с IT, и с роботами, и с VR, и общую основку нам сказали, что мы должны охватить 1200 детей. Это в разных формах. Это могут быть городские, республиканские. В частности, мы вот как раз такие, как центры, как Артемский, Чуропча, Нюрба, другие. Мы ожидаем, что мы им еще официально направим предложение, чтобы они получили, как бы договор сделали, и подготовительную работу по предконториуму они бы часть на себя взяли. Потому что у них очень подготовленные дети, и очень часто и в соревнованиях Junior Skills на российском уровне чаще всего представляют именно сельские дети. В частности, Артемский НОЦ, они у нас уже двукратные призеры чемпионата России Junior Skills, именно как раз Cosmo Quantum, который мы так назвали до этого, хотя, может быть, и не имели такого права, в партнерстве физико-технический лицей имени Ларионова, МАН, МАН Академия науки, и вот Артемский лицей сейчас НОЦ. Мы помогаем друг другу, взаимодействуем, и мы считаем лучшей командой в республике, но она выступает под эгидой Артемского НОЦа. Потому что они, в основном, их состав, их команды, подготовку по тренерам мы осуществляем там. А вообще вот 1200 детей по республике, я думаю, мы охватим. И сейчас у нас уже по лагерям прошли такие предварительные работы по подготовке проектов на открытие. Уже порядка 40 проектов есть, таких небольших, но они уже как бы, их не стыдно показывать. Мы, наверное, на открытие позовем и наши ближайшие УЛУСы районы, для того, чтобы они тоже показали себя. Вот сейчас все эти многие проекты надо показывать на открытие, тоже как элементы хай-тека, аэроквантома и других, энергиквантом. То есть это вот те направления, которые у нас должны активно работать. И я думаю, что при поддержке и УЛУСов, и республики, и России у нас будет неплохой кванториум в целом. Может быть, немножко банальный вопрос. Рост заинтересованности у детей и у родителей есть? Ощущается как раз таки в обучении детей науке в более углубленном формате? Ну, если сказать, что у нас на республиканском этапе шаг в будущее, порядка 1200 детей каждый раз бывает, при условии, что еще проходят региональные и муниципальные этапы. И если посчитать, что технические творчества и кружки довольно развиты, я думаю, что в целом в республике очень большое интерес к такому интеллектуальному творчеству. И это поддерживается на уровне республики, муниципалитета и так далее. То есть мы можем считать, что у нас в этом плане неплохо поставлено. В целом по России статистика говорит, что 4% детей увлекаются техническим творчеством, естественно, научным. У нас по республике статистика где-то 7%. И она только растет. Она только растет, но мы считаем, что это предел, надо увеличивать, потому что в целом охват дополнительного образования государства планируют, чтобы это достигло 75-80%. Ну, эти 75-80% детей должны заниматься. Хоть в какой-то форме, хоть танцы, хоть спорт, хоть творчество техническое, хоть технопарк. Хорошо. А, допустим, 15% как? Может быть, у вас какой-то план уже есть? За какое количество лет? Знаете, планировать сложно. Надо просто умело выстроить все программы, заинтересованность, поиск интересных педагогов, очень важная подготовка педагогов. Кстати, да, давайте поговорим о проблемах, может быть, которые... Нет, проблем нет, есть только задачи. Какие задачи сейчас стоят перед вами? Ну, в принципе, надо сказать, что 17 педагогов прошло обучение, как педагогов в квантуриумах. Это только начало. Там, в принципе, должно быть побольше, но мы планируем, чтобы у нас в республике была своя созданная система. Например, в квантуриуме методическая работа отведена Малой Академией Наук, но я знаю, что очень много есть и других организаций, которые подготавливают педагогов в техническом творчестве. Надо пощать любые формы, чтобы педагоги были более квалифицированы, и на местах они внедряли. Причем это можно делать, как вы видите, на простом оборудовании, которое сейчас есть уже. То есть не нужно ждать квантуриума, в Якутск, там куда-то ехать. Можно и прямо на месте делать. И мы просто будем рады, если такие педагоги у нас будут с нами сотрудничать и работать. Вы считаете, что она сделала? Мы считаем, что в школьных технопарках должны работать специалисты с инженерным образованием. Только тогда, конечно, могут получиться такие интересные проекты. И как раз мы увидели проблему, что у инженерного специалиста недостаточно педагогического образования. И поэтому с этой целью, чтобы реализовать программы дополнительного профессионального образования и переподготовки в области педагогической специализации, в этом году мы создали Институт образовательных технологий, где мы будем работать совместно с МГТУ имени Бамана, в частности с кафедрой робототехники и мехатроники, и Асраханским школьным технопарком, где мы будем подготавливать учителей к работе инженерно-технического творчества. И также вот именно специалистов узкой направленности инженеров, педагогической деятельности. Ну, наверное, еще очень важно, чтобы у детей была возможность как бы засветиться, показать себя. И у нас есть немножко времени, можем обсудить такие вещи, как интеллектуальные игры 2018. Наверное, это один из таких проектов, на которых как раз таки дети могут засветиться, да? Ну, вообще, засветиться сейчас можно в республике везде, на самых разных уровнях, очень много конкурсов проходит и так далее. Ну, вот инициатива Егора Афанасьевича Борисова, который предложил проводить международные интеллектуальные игры, и они сейчас потихонечку, вот уже системно, уже есть концепции, сейчас прорабатывается дорожная карта, и плюс установятся контакты. Они охватят весь такой набор мероприятий, и как классические, так и новых. Например, IT-хакатон, там будет 3D-моделирование, там будет робототехника. Эти направления будут технологическим шоу, плюс наряду с выставкой научных проектов, конференциями, олимпиадами, которые существуют. Вот она пройдет в июле следующего года в городе Якутске, и уже принципиально есть согласие от ведущих школьных сообществ, это Солнцов, Москвы, Новосибирска, Московский химический лицей и зарубежные школы Таиланд, Сингапур, Гонконг. Они испытывают интерес приехать, увидеть Россию, а россияне приехать, увидеть Никутию. И у нас совершенно недавно проходила Международная исследовательская школа, и проходили, например, Азиатская физическая олимпиада. Все это этапы, которые позволят нашим детям республики сформировать команды и участвовать на этих очень интересных играх, которые инициированы нашим главой нашей республики. И будет возможность и себя показать, и на других посмотреть, как говорится. Конечно, и по соревновации. Даже если проиграет, ничего страшного. Это будет очень хороший школьный опыт, и это будет развитие нашей республики. Дорогие телезрители, наш эфир подходит к концу. Интересуйтесь самой главной наукой, а мы будем ваш интерес подогревать вместе. С вами сегодня был Виталий Тирон, также Чиросов Михаил Михайлович, Алексеева Марина и Качкин Николай Иванович. Я надеюсь, вам эфир понравился, нам, думаю, очень. И мы вновь будем рады видеть вас уже, наверное, с новыми проектами. Я уверен, что не только эти три проекта мы уже здесь сегодня проведем. Вам большое спасибо, и, дорогие телезрители, до скорой встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!